Девушки отдыхают 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 от системы. Что будут драться за нее? Ты меня слушаешь, Нео? Или смотришь на девицу в красном? Нео. Оглянись. Понимаешь, люди часто сами не знают, чего хотят, пока не начнешь им показывать это постоянно. Подчиняйся. Подчиняйся. Приезжайте на Карибы. Женитесь и размножайтесь. Мужская одежда. Никаких независимых мыслей. Потребляйте. Распродажи перед закрытием. Потребляйте. Смотрите телевизор. Подчиняйтесь. Представь, что вот у тебя есть одна минута. One minute. И в эту одну минуту тебя будут слышать абсолютно все люди Земли. Каждый человек будет слышать твой голос в эту минуту. Вот что ты скажешь им? Представить, что... Одна минута? Я бы сказал, что все существующее в вашей жизни – это обман. Все в вашей жизни – иллюзия. Еда, все, чему учат в школе, все, что говорит правительство. Все. И вы можете изменить всю вашу жизнь. И у вас есть выбор. Вы можете это сделать. Миллиард лет назад нам была дарована жизнь. И как мы ей распорядились. Давайте на минуту представим, как изменилась бы наша жизнь, если бы мы освоили, скажем, 20% возможностей человеческого мозга. На первой стадии нас ожидает абсолютный контроль над нашим телом. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... В наших силах менять правила и законы... И идти от эволюции к революции. В каждом человеке 100 миллиардов нейронов. Из них мы используем всего 15%. В человеческом теле больше нейронных соединений, чем звезд в галактике. Мы носим в себе гигантскую информационную сеть. Но доступа к ней у нас практически нет. Сэр? Да? Какой будет вторая стадия? Вторая стадия, вполне возможно, это контроль над другими людьми. Но для этого необходимо освоить как минимум 40% возможностей мозга. После контроля над собой и над другими последует управление материей. Но тут мы уже вступаем в область научной фантастики. Мы знаем не больше, чем собака, которая смотрит на Луну. Извините, сэр. Да? А что случится, если по какой-либо причине кто-то освоит возможности мозга на все 100%? На все 100%? Да. Даже не представляю. Невероятно. Я не чувствую боли. Страха. Желаний. Все, что делает нас людьми, постепенно исчезает. Как будто, чем меньше во мне человеческого, тем больше знаний обо всем. Квантовая физика, прикладная математика, неограниченные возможности клеточной биологии. Они мне разрывают голову, эти знания. Я не понимаю, что с ними делать. Вы спрашиваете меня, что делать, а я... Вот что. Подумайте о природе жизни. О том, что было в самом начале, когда зародилась первая клетка. Она разделилась на две клетки. Весь смысл ее жизни был в том, чтобы передать все свои знания. И не было никакой высшей цели. Вы спрашиваете меня, что же делать вам со всеми этими знаниями? Передайте их. Это единственный способ для клетки преодолеть время. Время. Если внешняя среда недостаточно благоприятна или безопасна, клетка выбирает бессмертие. Иными словами, замкнутость и самодостаточность. В уникальном исследовании, которое сейчас проводят индийские врачи, они проводят обследование пожилого мужчины, который уверяет, что последние 70 лет ничего не ел и не пил. Медзики относятся к его словам вполне серьезно, так как уже несколько дней он постоянно находится у них на глазах в одном из индийских госпиталей. Сейчас врачи изучают своего пациента, чтобы выяснить, можно ли научить других обходиться без воды и пищи. Результатом уже очень заинтересовались военные. Репортаж Сергей Абсурцева. Этому человеку 82 года. Его зовут Прахла Джани. В своем родном штате Гуджарат он большую часть жизни прожил отшельником. Когда ел или хотя бы пил воду, уже не помнит. С тех пор, как он утверждает, прошло уже более 70 лет. А сейчас старик находится в одной из частных клиник столицы штата. Но не потому, что плохо себя чувствует, совсем напротив. И у медиков, похоже, есть все основания ему верить. Я должен сказать, что мы наблюдаем здесь научное чудо. Или скорее биологическое. Потому что вот уже в течение 108 часов пребывания в нашем госпитале он ничего не ел. Не выпил ни единой капли жидкости и ни разу не сходил в туалет. Это ставит перед наукой, мягко выражаясь, сложные вопросы. Человек может жить без воды и еды 3, 4, 7, ну 12 дней. Известны случаи, когда люди постили 16 или даже 30 дней. Но они все-таки пили воду на 8-й день. Но данный случай просто уникальный феномен. 35 врачей, физиологи, биохимики и молекулярные биологи, которые изучают господина Джани, уверяют, что занятия йогой привели к биологическим изменениям в организме пациента. А сам он объясняет все с искренней простотой. Индийская богиня Амба дала ему то, что он называет жизненной силой. Этой силой особенно заинтересовались военные врачи. Это может помочь нам в работе над стратегией выживания без воды и еды. Например, в ситуациях стихийных катастроф, а также для наших военных, если они оказываются, к примеру, в пустыне, в лесу или в высокогорье. В клинике за пациентом 24 часа в сутки следят видеокамеры, но врачи так и не заметили у пациента даже признаков усталости. Раскрыть этот феномен современная классическая наука вряд ли в состоянии, но какие перспективы откроет даже попытка приблизиться к этой тайне. Индия сейчас разрабатывает свою лунную программу пилотируемые космические полеты, в том числе и к Марсу. Так что понимание того, как человек может обходиться без еды и воды долгое время, может стать основой разработки стратегии выживания. Но как бы практично ни мыслили ученые, особенно из военных ведомств, в окончательный тупик их поставили результаты исследования мозга Матаджи. При биологическом возрасте организма в 82 года его головной мозг соответствует возрасту в 25 лет, то есть в зрелой и самой активной фазе. Как говорится, без комментариев. Нереалистичное восприятие жизни — это основа страха. Люди не хотят жить, люди не хотят умирать. В этом есть вся сложность. Страх есть просто потому, что ты не живешь в жизни, ты живешь в своем сознании. Твой страх связан с тем, что произойдет в будущем. Значит, ты всегда боишься того, что не существует. Если ты боишься несуществующего, твой страх на 100% вымышлен. Если ты страдаешь из-за несуществующего, это называется сумасшествием. Так что у людей может быть просто социально приемлемый уровень сумасшествия, но если ты боишься или страдаешь по поводу чего-то несуществующего, это означает сумасшествие, не так ли? Люди всегда страдают, либо из-за того, что случилось вчера, либо из-за того, что может случиться завтра. Так что ваши страдания всегда основаны на чем-то, чего нет. Просто потому, что ты не находишься в реальности, ты всегда скрыт в своем сознании. Сознание, одна его часть — это память, другая часть — воображение. Но обе они одинаково воображаемы, потому что ни та, ни другая не существует прямо сейчас. Ты потерян в своем воображении, в этом основа страха. Будь ты глубоко в реальности, страха не будет. Как вам удается получать столько информации? Электрические импульсы. Все клетки знают друг друга и общаются между собой. Обмениваются тысячами битов информации в секунду. Клетки собираются, образуют гигантскую коммуникационную сеть. А та уже формирует материю. Клетки сливаются, принимают одну форму, другую, третью. Но разницы нет, все одно и то же. Люди считают себя чем-то уникальным, и вся теория их бытия построена на их неповторимости. Один — их единица измерения. Но это ошибка. Все системы, изобретенные людьми, лишь набросок. Один плюс один равно двум. Все, что мы выучили. Но один плюс один не равняется двум. Нет вообще никаких чисел и никаких букв. Мы навесили эти ярлыки, чтобы как-то упростить жизнь, сделать ее понятнее. Мы придумали шкалу измерений, чтобы забыть о нашей неизмеримости. Но если люди не единицы измерения, и законы математики не властны над нашим миром, что же тогда властно? Снимите машину, едущую по дороге. Ускорьте изображение до бесконечности. Вот и нет машины. Что же нам докажет ее существование? Время вот что определяет ее существование. Время это единственная единица измерения. Только оно определяет материю. Без времени нет и всех нас. Где она? Я повсюду. Миллиард лет назад нам была дарована жизнь. Теперь вы знаете, что с ней делать. Все это любое время по-над Cong gå от мне будет. Редактор субтитров, и за сомненько например да овой я делюсь нейтр攻 глаз тру hero те Продолжение следует...